итак друзья товарищи снова отвечаем на вопросы вопрос-ответ какой был вопрос как я отношусь к кинезиологии да ну смотрите в рамках того масса техники которые мы изучаем изучаем мануальный массаж да есть достаточно избыточное даже сказал количество приемов которым можно принести пользу человека избавить его но если на сто процентов то там на 90 процентов всех проблем в теле практически можно избавить это просто понимать разная глубина понимания процессов то есть к одной и той же проблеме можно подойти сразу там разными способами лечить та же самая патерапия может принести ту же практически тот же результат что ему вот этим хрустом приводим человека в чувство ну это во-первых дело пациентов что выбрать мягкие техники жесткие техники его терапии там и ванны и кинезиотерапию вот а для нас как для специалистов это просто разная глубина понимания если просто массажиста самым зациклен на том что он разминает и растирает и это уже помогает если он видит какой-то бугорок или спазм мышечный он просто растирает растягивает его и уже пользу да если мы понимаем что это бугорок взялся не просто так а из-за того что сдвинулся позвонок да и он соответственно тянет с одной стороны мышцы спазмирована укорочен до другой не растянуты слишком перерасслаблены гипертонус и гипотонус до получать соответственно он начинает воздействовать на позвонки исправляют уже самому ну ту же самую проблему да если человек разбирается в висцеральной терапии массаже внутренних органов то он понимает что от каждого позвонка идет нервное окончание внутри органы и соответственно не избавив от спазмов внутри брюшины человека да он до конца никогда не вылечит проблемы с позвонком он будет позвонок механически вправлять вправлять на каждом сеансе а он по совершенно другим причинам будет выходить на в обратную сторону и он не будет понимать почему да изучаем проблему дальше дальше у нас идет психоэмоциональное состояние человека которая также отражается на организме ну например психосоматической зависимостью вы наверно слышали да такие термины и то что там все болезня от нервов это все вот в эту кучу тогда специалист понимает что может быть проблем это лежит именно в голове а не на спине потому что есть определенные зоны например вот эта зона мнительности под шею когда человек слишком умнительно сам себе плечи это зона страха и поражения середина за лопатками это зона нерешенных проблем дальше где почки печень там и желчный пузырь зона ярости различной агрессии чаще всего агрессия к саму себе но мы слышали такие термины как желчный человек да когда злой агрессивный желчь выделяется да и у него самого эти места соответственно страдают если человеку проблемы то это вот как раз нерешеная такой какой-то ну ходит годами там думать думать не получается не получается такая 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 сега пример соответственно это вот легкие область сердца да то есть вы понимаете внутренний орган сразу реагирует именно на это да область печени тут же находится все на это реагирует и это даже можно заметить механически на некоторых спознанных мышцах либо проецируемых предметных пятнах в данных зонах но это вообще отдельная тематика отдельный тренинг мы на эту тему проведем я просто говорю про глубину понимания далее идет эзотерические такие моменты работа с энергетическим каналами человека которые напрямую связаны с тихо эмоциональным состоянием который следующим этапом связано с телом то есть если там где-то в ауле человеческого есть сортов энергетики либо местами откуса на отсутствует либо нам присосалась какая-то чужая там энергетика да там сущности то соответственно они вносит дисбаланс в тело человека и мы можем влиять на ауру исправляя тело человека и также наоборот исправлять тело человека влияясь через психонациональное состояние на ауру есть кинезиология это вообще такие загадки организма внутренние которые специалист понимать еще глубже что причина боли например в лопатку под лопаткой да может проецироваться из ноги из-за того что человек себе что-то запрещает делать и он ради этого ну сидите прям сильно ногу на ногу да и у него потихонечку смещается со временем не сразу происходит смещается скелет смещается бедро на уход вперед вот это вот фасция большая фасция бедра она спазмирована в итоге натянута получается так что механические организм пытается себя выровнять компенсационно и в итоге перекос крестца ведет к тому что на перекошенные плечи соответственно натягивается ромбовидная мышца понимаете и мы думаем мы работаем с ромбовидной мышцы а на самом деле проблема здесь или у человека человек ходит он стопу все время внутри загибает загибает ну как-то привык оказывается у него через неправильно замыкается на самом деле челюстные мышцы чтобы исправить ногу вот такие вот парадоксы но это очень глубокая тема это кинезиология но она знаете она как волшебство действует на человека начинаешь вот это челюсть разминать да а у него нога начинает выравниваться он в шоке такой как-то доктор волшебник ну вот есть васильева да ее зовут такой громкий мастер по кинезиологии может кинезиологию употреблять использовать в бытовых условиях просто понимать там свои подспудные желания дело в том что подсознание наши не обманешь а сознание игривая он крутит и вертит человек совсем оправдывает он там одно за другим прячет и как бы вот первую причину никогда не поймешь с помощью кинезиологических вот таких тестов можно выяснить истинное желание подсознания грубо того хочет она человеку данное время человеку кофе пить или не хочет вот таких мелочей даже можно найти вот так что это программа других тренингов дорогие друзья мы их обязательно будем изучать а сейчас у нас есть энергоемкие определенный комплекс приемов мануальной терапии приходите к нам на тренинг и записывайтесь в нашу школу академии интересная литерна практик и мы вас всему научим до новых встреч